По Алматы разгуливает скелет. Это перформанс у недавно созданного в городе творческого объединения. Миссия такого необычного алматинца – подарить улыбку горожанам. Юлия Искевич расскажет подробно. По улицам скелет водили. Ник галантин, дружелюбен и даже эмоционален. По легенде, он долго прослужил учебным пособием в медицинском колледже. А потом два студента научили его ходить и познавать мир. Судя по страничке скелетона в соцсети, вполне успешно. Ник слушает Вагнера, читает Бродского и открывает для себя Алматы. Разве только не говорит. Это, впрочем, как считают его создатели, позволяет Нику быть понятым всеми. Ник не чувствует себя ущербным из-за того, что он не разговаривает. Ведь огромное количество людей, которых почему-то оскорбительно, на мой взгляд, называют сограниченными возможностями, нет. Язык тела, язык жестов, язык коммуникации, он для всех. По Алматы скелет водит уже неделю. Он успел побывать на Арбате возле театра оперы и балета в скверах и парках. На велосипедистов из Словакии, которые, к слову, закончили в нашем городе путешествие в тысячу километров, скелет Ник произвел неизгладимое впечатление. Хорошая идея и хорошо сделана. Как сказать, он как живой скелетон, но у него эмоции. Как бы мимика у него была, и просто он веселый. Авторы этой неоднозначной акции таким образом решили просто повеселить алматинцев и гостей города. В планах у творческого объединения «Другая реальность» — организовать театр одного скелета.